МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наладжен обмен техничной информацией. Экспорт у огульном объеме поставок техники холдинга Гомсельмаш займает 90%. В 2015 году продукция реализовывалась у 26 краинах света. Диверсификация рынку сбыту для завода з'является важным питанием. Заключение контракта у твердой валюте забеспечит стабильную работу предприемства. Вядома реализация подобных планов потребует часовых выдатков. Как показывает опыт конкурентов, как выйти на новый рынок, потребуется от 3 до 5 годов. Суместная работа в этом накерунку с боку предприемства и Министерства замежных справ повинна дать становочий выник. В этом году планируется добавить 10-11 стран новых дальнего зарубежья с различной географией поставок. Допустим, европейские страны, начиная от Германии, Балканские регионы, Болгария, Сербия и также страны африканского континента, такие как, например, Египет и Южноафриканская республика. У Гомельской области колькость хворых на респираторной инфекции грипп зараз не перевышает показчика у минулого года. Ситуация с захворыванием, звычайно, для этого периода. Дмитрий Котов протягнет. У Калидора Гомельской городской центральной поликлиники доволи спокойно. Колькость людей, які чакают своё чарги на приём до участкового терапевта, нельга назвать высокой. Сами урачи кажут, что работы у поравнаний с минулыми годами, минавито у гэт и пирэт, сё лето не стало больше. За день у середням звертается до 30 пациентов. С симптомами респираторных инфекций – коля 10. Ажиотажа заболеваний сейчас у меня на приёме нет. Тем, кому можно поставить клинический грипп – единицы. За день, и то не каждый день. Неделю может человека 3-4. Пациенты с высокой температурой, звычайно, выкликают урача на дом. Наприклад, 3 лютого по этой причине у поликлинику звернулося 26 человек. Однако, уличуючи, что в установе працуют 12 терапевтов, дойти до кожного и кожному оказать медицинскую допомогу, не выкликая проблем. Ништым ситуация застаётся стабильной и на территории усёй в области. Головное, что никаких смиротных заходов, выкликанных вирусом гриппа альбо острыми респираторными инфекциями, не зарегистровано. В соответствии с нормативными документами, в республике определены контрольные города, на территории области – это у нас Гомель, Речица и Мозырь. Соответственно, по ним рассчитаны Министерством здравоохранения контрольные уровни. На сегодняшний день эти уровни не превышены, поэтому ситуация в контрольных городах, в принципе, не отличается от общей ситуации по области. Заболеваемость на уровне среднемноголетних уровней, именно характерно для сезонного подъёма. В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья за ситуацией постоянно сочатся в лаборатории диагностики вирусных и особенно небеспечных инфекций. Каждый день тут проводится каля 50 доследований. В редких выпадках выявляется вирус гриппа А и Б. В основном же перевожают острые респираторные захворывания. Медики констатуют, что обычный сезонный уздым захворывания поеденоспад, прикладно, праздва тыдни. Для того, как не захвореть у ГТП-ры, это треба памятать про меры профилактики. Частей бывать на свежем поветре, по макшимости позбегать местам массового знаходжения людей и, как мага больше, уживать витаминов. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. С первого студента молодым семьям у Беларуси стало простей погасить кредит на будавництво альбона «Бытье жилля». Додатковую финансовую допомогу державы теперь гарантует указ номер 503. Ей наступил силу с початку этого года, и уже за первый месяц его день у «Гомеля» маль 50 молодых семьёй отримали финансовую подтрымку. Новому указу сёння у отделе будавництва «Гомельска Хагар» в «Канкама» присвятили прямую линию. Хто и на яке сумму може различывать? Як звернуться за допомогой? Вось основное пытание, яке поступили от гамельчан. Дареч, отримать подтрымку смогут молодые и шмадзетные семьи только в том выпадку, коли кредит был оформлены не на льготных умовах. При этом сумма допомоги залежится от колькости дятей. Коли у сямьи выховывается одно дитя, финансовая подтрымка складе 40 бюджетов прожиточного минимуму, а гэта больше, як 60 миллионов рублёв. Сямья с двума детьми може различывать на 80 бюджетов прожиточного минимуму, с трыма на 100. Дареч, такая форма допомоги молодым семьям ясновала и ранней, однак суммы подтрымки были удвоя нижайшие. Самое главное условие состоять на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условиях именно семьёй. То есть не одному человеку, а именно муж, жена, либо мама и ребёнок зарегистрироваться в это жилое помещение, иметь эту собственность, не льготный кредит. Если эти условия все совпадают, вы можете обратиться в одно окно горосполкома Советская 16 и подать документы. Сегодня у Гомеря отбылась вся видая селекторная нарада. Комиссия по справах неполнолетних облывыканкама с батьками, чие дети навучаются в установах середней специальной и профессийно-техничной адукации региона и потребуют до себе повышенной педагогичной уваги. Подчас видая селектора до запрошенных батьков звернулись апроставники субъекта у профилактики. Размова шла об суместной работе по недопущении изъяснения подлетками, злочинству и правопорушэнняу. Зараз в установах середней специальной и профессийно-техничной адукации Гомельщины навучаются каля 13 тысяч человек. Больше 9 тысяч з них ясчэ не досягнули 18-гадовага узросту. На улику у инспекциях по справах неполнолетних знаходзіца каля 700 таких навучэнцаў. Да таго ж була значэна, с 2009 по 2013 год на тэрыторы Гомельщины назіралася зніжэне колькасті правопорушэнняў зудзелам неполнолетніх. Аднак с 2014 года ситуація зменілася ў горшы бок. Лето сімі было здеснена 187 злочинстваў. По основным гэта дробная хуліганства, крадяжы і правопорушэнні звязаны з незаконным аборотам наркотыкаў. Як правіла, яны здесняюцца ў вечерніці начны часы досыть часто ў стане алкогольнага пьянення. Падобная форма работы каля инспекция по справах неполнолетніх гомельскага аблаканкама сумесна суб'ектамі профілактыкі. Супрацойніча ясше із батьковской грамадскастю атрымала пачатак толькі ў канцы минулага года. А там ўсё літа яна будзе працягвацца, тымболь, што планаў паузаймадзе не шмат. Мы сначала постараемся дать информацию полезную родителям, ну а затем нами будут предприняты конкретные меры. Например, в частности, есть такие факты, когда подростки длительное время не посещают занятия, поэтому после этого совещания все учреждения образования, где есть такая проблема, подготовят и направят письма в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства родителей. В дальнейшем мы планируем, што родители вынуждены будут отправиться именно в то учреждение образования, где их чада обучается решить те проблемы, которые есть. Сё не означается «Сусветный день братьбы с раком». Гэта што гадовая мероприемства, якое проводится с 2005 года Международным союзом по братьбе с онкологічными захворваннями. У Гомелі таксама прайшоў шэрах профилактичных акций. У особных зіх паудельничали і наши корреспондэнты. Студэнты і выкладшыкі Гомельськага Дзержаўнага Медыцинскага Университета зрабілі акцент на профилактику злоякасных пухлін молочной залозы. Негледзячы на стануўшу тендэнцю лячыня анказахворамня, якая зараз адзначаецца ў нашай краіне, гэтая праблема ўсё ж такі не губляе сваю актуальнасті. Праблема очень значительная, забалеваемость этой опухоли возрастает, в том числе и в Гомельской области, поэтому должны знать их первые признаки. В первую очередь помнять о том, что какое-то патологическое образование, маленький узелок, маленькая язвачка в каком-то органе можат оказаться опасной в перспективе злокачественной опухоли. Акцент на раковых забалеваниях, связанных с молочными железами, потому что они у женщин стоят на первом месте, и вот эта ленточка как раз таки символизирует борьбу с этими забалеваниями. Ну, информационные буклетики, так, для получения какой-то информации о том, куда обратиться, какие симптомы, чтобы вовремя предупредить эту болезнь. А тым часом у Гомельским державным медицинским колледжа организовали целый шерох мероприемствов и акций, накерованных на боротьбу с раковыми захворваннями. У делу их примали и навученцы, и выкладчики. У приватности Яны выступили за инициативой проведения добраченной акции по сбору грошовых сродков на будовництво дитячих ахосписа. Мы очень рады были помочь детям и очень рады чувствовать, что наши деньги помогут спасти жизни детей. На перечисление ушло у нас больше 9 миллионов белорусских рублей. Никто не остался равнодушным и легко было работать, потому что все понимали важность этой темы. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». До инших тем. У Гомеля подвели выники третьего областного конкурса у сродновученцев и работников установ профессийно-техничной и средней специальной адукации спадшина. Пераможцы и номинанты отримали дипломы, каштовные подарунки и премии. Организатором этого интересного и одночасового познавального конкурса является областная организация республиканских и громадских объединений «Белая Русь» совместно с управлением адукацией Абл-Канкама. Вероника Ворошилина, Протягне. Областный конкурс сродновученцев и работников установ профессийно-техничной и средней специальной адукации спадшина селета был накированный не только на патриотичное выхование молодей, а и популяризацию родной белорусской культуры и ее традиций. Конкурсанты выполнили доследшие працы, просвеченные региональным особливостям, национальной вышивки, одиния, мифологичных абярыгов, рушников и инших знаковых для белорусского народа речев. А так само на працулке представлены праздекоративно-прикладную творчесть выставу саморобных лялек, женочих упрыгожеванев, предметов соломы и лазы. Есть известная фраза, что мир открытая книга. И отрадно, что наши ребята эту книгу не просто листают, а изучают глубоко и содержательно. И те традиции, ту культуру, которая была раньше у нас, они привносят наш современный мир, используют в современном быту. И что они действительно напомнят о том, что без прошлого нет будущего. Вызначить переможцев членам журы было довольно непросто. Все лето на конкурс поступило коля 250 работ от 49-ти установ адукации Гомельской области. Яны ураживали глубиней своего доследчего аспекту. Абранная тема разглядалась и выучалась у разрезе пылного района, города, вёски и навод сямьи. Наученец Гомельского державного профессийного лицея чугуночного транспорта Роман Бродников, например, узнагородженный дипломом в первой ступени у номинации «От прадеда успокон веков» за досягнение у ковальской справе. Семейное это кузнечное дело. Дедушка мне этим занимался, отец немного научил для себя, как хобби. Далее, получается, заготовку, подкову. Я её обработал, сделал отверстие, чтобы подать на использование. Работа сложная, да, но как бы сила в руках должна быть. Вывучение самобытной белорусской культуры, як оказалось, для сучасной молоди тема актуальна и займальна. У своих доследших працах конкурсанты навод пропоновали особистый пункт гледжения на контвыкорастания особных культурно-историчных крыниц у процессе адукации сучасной молоди. У целом, пытанию формирования у подрастающего поколения поважливого и биражливого ставления до своей истории, культуры, национальных каштоуностей у нашей краине надается особливая увага. И областный конкурс спадшина так само одно со звеном у ланцужку этой важной работы с молодью. Изыскательская работа позволяет сегодня детям увлечься историей своего родного края, историей своего государства, историей своей семьи. Это формирует чисто человеческое качество. И, конечно, то, что мы сегодня очень часто слышим, белорус характеризуется толерантностью, уважительным отношением к людям, сопереживанием, готовностью указать всестороннюю помощь. Это и есть результат той работы, которая проводилась ранее, будет проводиться в дальнейшем, проводится сейчас с молодежью нашей страны. Вероника Ворошилина, Михаил Рабкову, телерадо «Компания Гомель». Я в спорте. Гандбольный клуб «Имя Львина» из Новополоцка напередед не стал гостем на спортивной пляце у Цигомеля. В областном центре пройшел черговый матч первого этапа национального чемпионата. Напередедед не этой встречи гомельчане займали другое место у турнирной таблицы, имели в своем активе 19 очков после 13 проведенных матчев. Новополачане разместились на третьем ротку с 10 очками. От ближайших проследователям треба было отрываться еще больше. Вольга Вальченко протягнет. Практично одразу после стартового свистка у первой отации линейных мельчан Анатоль Петароша открыл лику матч. Уже на третьей хвилине со встречи у вороты гостей был призначен 7-метровый штрафный кидок, який успехово отбил Вадим Котов. Але после полторного призначения 7-метрового Денис Валинцев по двою лик. У попередней встречи с Гомелем новополачане змагалися до опошняга, а в этот раз помилок было занадто шмат. Наша команда провела матч очень плохо, очень много было потерь и удалений. У нас есть проблемы кадровые, ну и скамеечка маленькая, отсюда все и проходит. Ядрену в первом тайме гуляли галкиперы. У вынику лик перед перепынком был 15-10 на корысть Гомеля. У другим тайме гостя продемонстравали серьезные проблемы в обороне и Амаль перестали змагаться. Выниковый лик сустречи 33-19 на корысть Гомельчан. Вольга Вальченко, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель. На этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнаценко. Усяго вам самого доброго. И до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова